Как тебе вот это расположение футболистов Карла Анчелотти в игре со Штутгартом, где по сути Вальвердо был вторым нападающим, а Родриго Венисиос по флангу? Ну, ты просто фиксируешь момент с прессингом, когда Вальвердо выдвигался. Когда не обороняюсь позиционно, Вальвердо уже играл по-другому. Вальвердо играл уже в полузащите. Ну, и раньше, на самом деле, Вальвердо был очень высоко в прессинге, если мы определяем именно схему при прессинге. И просто тогда начинали прессинг Бапе и Венисиоса. Вальвердо был, по сути, как десятка под ними, но мы же его не изображали как десятку в схеме. Так что важно просто разделять все стадии. И в целом, мне кажется, что больше головной боли сейчас у Карла Анчелотти вызывает не то, как разместить игроков, потому что ты описываешь размещение игроков при обороне. На самом деле, этой проблемы у Карла Анчелотти не было. Во-первых, потому что Беллингем долгое время был травмирован. А во-вторых, потому что в обороне, на самом деле, Реал выглядит адекватно. Вот до этого матча выглядел адекватно. Это первый матч, где у них случились большие проблемы. Ну, может быть, еще с Реал Соседадом. Ну, в общем, когда Курта приезжает к настоящему тащить, мне кажется, основная головная боль Карла связана с тем, как балансировать команду в атаке, как взломать автобусы. И тут ответов пока не очень много. То есть Реал выигрывает свои матчи, но часто выигрывает за счет эпизодов. А вот то, на что ты обратил внимание, по-моему, у тебя даже есть конкретный пример, можем вывести на экран. Ну, у меня, собственно, проблема в безмеча, в фазе безмеча. Это вот то, как Реал располагался в стадии прессинга. Ну, видишь, это конкретно прессинг. Это не означает, что Реал на своей половине поля так же располагался. Но на своей половине поля Родриго тоже, да, Родриго оставался на фланге, а Вальверде просто опускался так же в глубину, но в центре поля. Он не уходил направо. Они старались делать 4-4-2 и могли делать их по-разному. Иногда Венесиус опускался, иногда Родриго опускался, иногда вообще только МПП оставался выше. Но важный вам нюанс. Вот так они играли, ну, первые 35 минут, как раз период лучшего футбола от Штутгарта, как ни странно. И потом поменялся Родриго с Вальверде, и Вальверде уже играл на правом фланге скорее, вот даже в такой ситуации. Но здесь ситуация давления на чужой половине поля, и это там седьмая, кажется, минута, восьмая, да, и пройдут в итоге это давление без труда через там защитника, потом через Штиллера, футболиста Штутгарта. И похожая ситуация с выдвижением Джуда и Чуамини еще более радикальным и еще более глубоким расположением двух крайних полузащитников Венесиуса и Родриго. Еще более радикальной была ситуация на второй минуте, которая завершилась еще более опасной атакой Штутгарта и прострелом, как его зовут, Ле-Ле-Ле, правый вингер. Я тебя понял. Ливелинг. Ливелинга у Штутгарта. Это вот стадия прессинга. Но стадия оппозиционной обороны, вот если следующий скриншот, где Реал обороняется на своей половине поля, и здесь Венисиус не опускается назад. Джуд, поэтому, как я здесь трактую, Джуд смещается левее, туда же смещается и Чуамини и образуется вот такой коридор. Вальверда не успевает опуститься в глубину. Венисиус, ой, Венисиус, Родриго не сужает, потому что, может быть, в принципе, он не знаком с таким приемом, потому что он, в принципе, не крайний полузащитник. Ну, еще и потому, что у него за спиной Миттельштадт, я думаю, это в первую очередь. Он не может просто убежать, потому что Миттельштадт будет открыть. В итоге Верверда не опустился, Чуамини ушел, Джуд ушел, и вот здесь коридор. И эта ситуация завершится самым красивым, наверное, эпизодом в матче, когда Штиллер через несколько стенок вышел на удар и там Куртуа спасал. Да, он здорово ему подыграл. В общем, я не готов согласиться с тем, что эта проблема структурная по всему сезону, потому что я начал с того, что Карл Ланчелотти как бы находится в поисках, не знает, как разметить их при обороне. И разметить их в принципе, не только при обороне. В принципе, может быть. Тогда уже нужно акцент смещать в сторону позиционной атаки. Вот там у Реала еще не очень здорово все, но мне кажется, это вот первый раз, первый такой соперник, и Штиллер это прямо очень хорошая скорость и качество игры в пас, который смог по-настоящему наказывать Реал. Мне перед стартом сезона казалось, что будет больше команд, которые смогут вскрывать именно недостатки Реала без мяча. Пока Реал достаточно неплохо. Где-то за счет того, что Анчелотти может договориться со звездами, где-то за счет того, что Вальверде работает за двоих. Очень неплохо принимает свою схему, хотя бы вот две линии из четырех человек они выстраивают. И это, как правило, учитывая, что они хорошо обучены, это не только по этому сезону у них эта схема, они успевают эту схему принять, и дальше сопернику становится трудно вскрывать. Так что в этом матче Штиллер иногда играл слишком быстро для Реала, но я не вижу это вот как проблема на дистанции всего сезона. Но вижу вот проблему с атаками, и в этом матче на самом деле тоже. У Реала до первого гола были большие проблемы, а дальше, мне кажется, они уже могли забить и больше Штутгарту. И как раз-таки тот гол, когда Штутгарт сравнял счет, мне кажется, не вытекал из хода матча. Тогда уже Реал лучше играл и встречу контролировал. Но важно, наверное, еще уточнить, как именно Реал забил свой гол. Как же? Реал, они в начале второго тайма развели с центра, и по сути эта атака, можно тут спорить о том, насколько она была наработкой, но по сути эта атака и привела к тому, что они получили момент, который реализовал в итоге Мбаппе. То есть там они выманивали Штутгарт в прессинг, создали ситуацию, когда один из запорников Штутгарта разрывается между Беллингемом и Чо Мини. В итоге Чо Мини отдал классный пас и выход против высокой линии. Я все-таки склонен считать это наработкой. И на самом деле у Реала такие наработки периодически проскальзывали. Ну, при Карл Ланчелотти, вот помню несколько раз, как раз-таки это было против ПСЖ на глазах Мбаппе. Точно, вот это был очень опасный розыгрыш, который почти завершился голом. Там очень здорово Тони Кросс ассистировал. Сейчас на пас вы увидели Чо Мини. Чо Мини показал, что он тоже очень хорошо владеет пасом. Мне кажется, это одна из недооцененных тем сезона. На самом деле, если вы давно смотрите Реалы, внимательно смотрите, то вы эти качества, проблески этих качеств замечали у Чо Мини раньше. Но на старте сезона он прямо еще больше просто раскрывается в этом отношении. Даже не как-то по-другому, а именно просто тупо больше. Потому что освободились некоторые полномочия по игре в пас из глубины. И вот это очередной пример. Реал этим воспользовался. И после этого уже регулярно стали возникать моменты, когда Мбаппе режет угол из любимой зоны. И Реал действительно мог уже забивать достаточно много. Ну, кстати, по поводу голота Штутгарта. Он пришел после углового. Но этот угловой был заработан после потери Чо Мини на своей плане поля, когда там уже, как ты и сказал, не стадия доминирования Штутгарта была, но они все равно отобрали мяч на чужой плане поля. Хотя не такой интенсивный прессинг у них был, как в первом тайме особенно. Прессинг фантастический был, особенно первые, опять же, минут 30. Да, я с тобой согласен. Ну, не знаю, наверное, последнее, что по этому матчу еще, если у тебя нет заготовок больше, стоит обсудить. Просто скорее не про тактику, а про эмоции. О чем ты подумал? Какие чувства ты испытал, когда увидел гол Эндрика? Блин, хорошо, я признаюсь. Я, первое, что я подумал, вот это уже, наверное, хейтерство какое-то скорее. Но почему-то я подумал, он никогда не получит золотой мяч. Ого, почему? Даже не потому, что он не отдал передачу, хотя это может быть тоже где-то подсознательно. Это я вот сейчас уже могу анализировать. Но тогда первое мнение такая, блин, но как будто здесь очень много случайностей, которые помогли ему забить гол. Он очень круто пробежал, вопросов нет, но никого не было на пути, по сути, он не выигрывал. Он пробил здорово с носка, но, извините, вратарь под мышкой пропустил. И я не знаю, почему такая мысль у меня возникла, я ее не могу рационализировать. Она абсолютно тупейшая, я признаю это. Но у меня такое ощущение, просто ощущение. Ну, как будто он... На самом деле, твое ощущение не лишено логики, потому что на любого молодого игрока, каким перспективным ему не было, все равно выгоднее ставить не получит золотой мяч, чем получит. Это по теории вероятности. Да, маленькая, узкая категория людей его получает. Еще более узкая... Маленькая категория людей, так сказать. Да, маленькая. Ну, Эндрик, в принципе, подходит по этому параметру. В плане роста он идеальный кандидат на золотой мяч. У меня немножко другие мысли были. Я сразу после этого гола начал вспоминать, как выделили карты ударов из 60-х. Вот по некоторым матчам они есть, там, две команды наносят где-то каждая по 40 ударов, и большинство из них такие. Ну и, конечно, сразу же в голове возникает эта ассоциация. Эндрик, Бобби, Чарльтон. Да. Но это же просто стало таким уже вирусным мемом в Испании, внутри команды. Так что вот у меня... Я сразу об этом подумал. И Чарльтон, как ты знаешь, золотой мяч получил. Да, да, да. И я вот как раз об этом хотел сказать, что если все-таки Эндрик получит золотой мяч, мы говорим, человек кол забил, там, сколько он, 30 минут совокупно сыграл за Реал, уже, похоже, не 30, там, 200 минут. И уже золотой мяч, его прогнозируем. Так вот, если Эндрик получит золотой мяч и выйдет на награждение в майке Бобби Чарльтона, то будет мой... Продолжение следует...